Малоземельская тундра Малоземельская, Большоземельская, Канинская и Тиманской тундры А также для украинцев, белорусов и русских После создания национальной территории ненцы принимали участие в решении общегосударственных вопросов В 1935 году делегация оленеводов посетила Москву Там они отчитались о проделанной работе Среди достижений создания товариществ и колхозов построены консервные заводы, открыты рудники Вдвое увеличилась добыча пушнины, втрое вылов рыбы В то время здесь проживало около 15 тысяч человек Более трети населения составляли коренные жители тундры, ненцы, именем которых и назван наш округ С трудом оленеводов, рыбаков и лесопильщиков написаны ярчайшие страницы истории нашего края Развитие первого на Европейском Севере полноценного и полноправного региона шло полным ходом Но Великая Отечественная война внесла свои коррективы Все свои силы и средства округ, как и вся страна, направила на приближение победы На фронт ушли больше 9 тысяч наших земляков Не вернулись 3 тысячи Героями с войны пришли около 6 тысяч Среди них и Василий Самойлов Его в округе знает едва ли не каждый житель Человек-легенда, человек, увлеченный и любящий жизнь Василий Петрович старше Ненецкого округа на 5 лет Сюда, в северную глубинку, он приехал в 1929 году в июне А в июле образовался округ Детство и отрочество Василия Самойлова прошли в Большом Нижнепечорском селе Великовисочное Страшная весть о начале войны с гитлеровской Германией застала Василия Самойлова в стенах Наринмарского педучилища Только-только успешно сдал экзамены за первый курс Собирался домой на каникулы и вдруг мирное жизнью мгновение рухнуло Раскололось, рассыпалось Во время войны Василию Самойлову оторвало нижнюю челюсть Повредило язык и глотку Почти год он провел в госпитале и принес десятки тяжелейших операций Многие из них делались без наркоза 12 августа 1945 года боевой офицер сошел с борта парохода на песчаный берег Наринмара А 1 сентября вернулся за парту педучилища Учился сам и учил других Вел уроки рисования Потом были школы в ОМИ, пеши и наконец в родном Великовисочном Василий Петрович вспоминает Поднимали и строили Наринмар в послевоенное время своими руками Техники не было Послевоенное время сразу, конечно, медленно строилось Очень медленно строилось Потому что столько надо было построить Вот здесь мы стоим, например, где сейчас Сюда мы ходили, собирали дикий лук Вон там поля были, а здесь был аэродром Вот так вот Первый аэродром был вот здесь, в городском поселке Потом уже до войны начали строить где сейчас старый аэродром Который пришлось мне тоже строить до войны Так как, очевидно, быстро надо было построить И все это было лучше, конечно, все делали лично Единственный трактор был, который выкручевывал спиленные пни Вот и елей, и берешь, и только и всего Остальное все, носилка, лопата Послевоенные годы округ восстанавливал экономику В то время местную промышленность представляло кустарное предприятие По производству кирпича в Йокуши Так же велся традиционный вылов рыбы, работал лесозавод Новый этап развития центра Ненинского округа Совсем еще молодого Наринмара В конце 40-х и 50-х годов запомнился строительством портала Жилых домов по улице Ваучейского В 60-е годы были введены в эксплуатацию первые кирпичные здания Активно развивался и спорт Об этом нам рассказал один из самых известных спортсменов Ненинского округа Борис Бородкин Всю жизнь мужчина посвятил спорту и здоровому образу жизни Любовь к физкультуре привил его учитель Вениамин Носов Тогда ученик Боря Бородкин точно решил Станет учителем физподготовки После школы Борис Павлович поступил в Архангельский техникум физкультуры Но спустя год судьба привела его обратно в Наринмар Он несколько лет проработал на лесозаводе в Стеллополяре Потом ярого спортсмена заметил директор второй школы Тогда-то и сбылась школьная мечта Борис Павлович заочно окончил сначала техникум физкультуры Потом университет имени Герцена И так на протяжении всей жизни Борис Бородкин остается Ярым пропагандистом здорового образа жизни Сегодня он со своими воспитанниками отмечает 66-летие футбольной команды «Труд» А вот начиналось все совсем нелегко Еще тогда не было, как называться, команд много и так далее Обычно всегда встречались товарищеские встречи с лесозаводом Ворской порт, лесозавод, педучилище, сборная там города Наринмара Я помню, уже в послевоенное время встречались уже сборные города Наринмара Сборные лесозавода Ну а в основном-то развитие пошло уже, как называться, большое развитие Это где-то в послевоенное время Вот только я могу сказать, что А уже официально, когда стали вот эти, много уже команд По волейболу, по футболу В городки играли Ну, ГТО сдавали Вот это было вот Особенно бурное развитие получалось уже, когда Это был 80-й, 1980-й, когда пришла Олимпиада в городе Москве Очень большой такой ажиотаж получился Вот я вот хорошо помню Ну и у нас традиционно потом стало праздник Северное сияние по лыжным гонкам Потом Гонки на буранах Началом развития гражданской авиации в Ненецком округе Можно считать 1933 год Именно тогда летчик Михаил Провилов был направлен в поселок Белощелье С заданием обеспечить прием самолетов и создать аэродром Под его руководством на льду реки Печоры была подобрана ровная площадка И оборудована простейшая маслогрейка для заправки самолетов После этого в январе 1933 года в Наринмар начались полеты на самолетах Первыми летчиками прибывшими в Наринмар были Вершинский, Голубев, Горелов и Смирнов В то время самолеты использовались для доставки почты, вывоза пушнины и рыбы в Архангельск За 80-летие авиаотряд пережил и взлеты, и падения Самыми тяжелыми для наринмарских авиаторов стали 90-е Тогда предприятие оказалось на грани банкротства Начиная с 92-го года стал падать спрос на авиационные перевозки Транспортная работа в округе при полетах на внутренних воздушных линиях с 91-го по 96-й год сократилась в 4 раза Но несмотря на вынужденное сокращение численности, в авиапредприятии удалось сохранить опытных специалистов Инженеров, пилотов и техников Примером высокого мастерства пилотов служит спасение экипажа теплохода Яхрома Он шел из Зенесейска в Стамбул и вез лес Попал в шторм в Баренцевом море 20 лет назад осенью в сложных метеоусловиях и при 9-бальном шторме Экипаж вертолета Ми-8 в составе командира летного отряда поднял на борт вертолета моряков тонущего теплохода Экипаж предпочел побороться за живучесть корабля Я остался на корабле, к сожалению, в 20, приблизительно в 20 часов вечера Дали команду опять СОС И в составе экипажа Афанасьев Я, второй пилот Осипенко, Сергей Циваш, Виктор Иванович, бортмеханик-инструктор Аксенова Любовь Александровна, Терентий Владимирович и Дуркин Владимир Два спасателя, которые были подготовлены для этой работы, вылетели на спасение и сняли 13 человек при нелетном прогнозе в штормовых условиях За это экипаж и работники авиапредприятия, проводившие аварийно-спасательные работы, первыми в России были награждены орденами мужества и медалями А в начале 2000-х началось увеличение объемов перевозок пассажиров, почты и грузов на воздушных линиях Это было связано со стабилизацией экономического положения и повышением жизненного уровня жителей округа Активизация работы нефтяных компаний на окружных месторождениях сразу сказалась на увеличение объема авиационных работ на вертолетах Ми-8 и Ми-8 МТВ Выросли пассажирские перевозки, увеличилась перевозка грузов Сейчас на Ренмарском объединенном авиаотряде работает около 800 человек Летный отряд состоит из 8 экипажей Ан-2 и 30 экипажей Ми-8 В авиапарке 18 судов Ми-8 и 6 Анушек В ближайшем будущем аэрогородок полностью модернизируют Самыми сложными для Ниньского округа стали лихие 90-е Смена власти, разруха и в то же время 90-е первый этап становления округа как субъекта федерации Тогда в округе появился первый губернатор С 91-го по 96-й год регионом управлял Юрий Комаровский Сегодня, спустя годы, он не может сдержать восторга В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Юрий Владимирович признался, что все изменилось до неузнаваемости Самое переломное время в истории, наверное, округа Смена власти, ломка всего, что было Новая жизнь, в общем-то И все, что было в тот период, оно, конечно, сейчас воспринимается как первый этап становления округа как субъекта федерации Конечно, это время, оно сейчас вспоминается, можно сказать, даже с ностальгией Потому что все впервые, все начало, все новое Не менее сложными были и нулевые Экономический кризис, нехватка специалистов Выбирались как могли Один из экс-губернаторов того периода, Алексей Баринов, также признался, что регион с тех времен расцвел, зажил новой жизнью Ну, внешне, конечно, есть изменения в городе Он стал более благоустроенным Более, так сказать, чистым Машин больше стало, то есть народ живет хорошо Самое главное, что люди не изменились Люди такие же жизнерадостные, добрые И я думаю, что наконец-то наступит на этой земле хотя бы на какое-то длительное время мир и спокойствие И все займутся своими делами и будут работать на благо и процветание округа Нефтегазоносность региона предсказал еще в 30-х годах легендарный геолог Александр Чернов Спустя несколько лет недрами округа заинтересовались газовики и нефтяники В 1966 году было открыто первое шапкинское месторождение Чуть позже нашли газ на Василково По сей день он снабжает Наринмар, Искатели и другие поселения округа голубым топливом Освоение недр стало непростой задачей В условиях вечной мерзлоты добраться до неинских кладовых было нелегко Сегодня нефтяные месторождения имени Романа Трепса и Анатолия Китова Расположенные в Ниньском округе являются одними из крупнейших в России Участок, включающий эти месторождения, занимает площадь 2151 квадратный километр Его суммарно извлекаемые запасы нефти более 140 миллионов тонн Налоги от нефтянки составляют почти 90% окружного бюджета Нефтяники строят детские сады и школы, помогают детскому дому и пенсионерам Со всеми недропользователями заключены соглашения о сотрудничестве Ведь главное богатство округа – это люди Трудолюбивые, сильные, мужественные Особенные свои северной закалкой Искренне преданные своему краю И сделать их жизнь комфортной – главная цель Предстоит большая, серьезная работа по развитию нашего округа И, как неоднократно мы говорили, мы должны предложить все усилия И даже больше с тем, чтобы жители Нинско-автономного округа У жителей Нинско-автономного округа, у наших с вами соседей, у наших с вами земляков Была возможность убедиться в том, что они сделали действительно правильный выбор Наша главная задача – это качественное улучшение жизни наших земляков Будь то в населенных пунктах нашего округа, будь то в городе Сюда включается и жилье, и транспорт, и снабжение Вся социальная сфера Поэтому работа предстоит большая Округ пережил войну и перестройку Лихие 90-е и экономический кризис Сейчас, когда впереди большое будущее, Заполярный край отмечают юбилей 85 лет отпраздновали на широкую ногу Сотни гостей, тысячи жителей отметили праздник как в Наринмаре, так и в каждом уголке нашего северного дома – Нинницкого округа В Оксиной, в Тельвиске, в Индиге, Каратайке, в Нельмином, Носе и Андиге В этот день мы стали как одна большая семья Семья, которая живет в мире и согласии Семья, чей дом, НАО 85 лет мы встречаем достойно Возвращены полномочия из Архангельской области в Нинницкий округ Также наш регион вошел в состав арктической зоны Нам есть чем гордиться и что вспомнить В перспективе строительства дорог как внутри региона, так и за его пределами Ведется строительство социально значимых объектов Обновляется жилищный фонд В округ едут молодые специалисты Развивается система образования С каждым годом качество жизни в нашем регионе улучшается И хочется верить, что через несколько лет она станет такой же яркой, красивой и насыщенной, как этот салют С праздником! Алина Волучейская, Николай Таратин, Сергей Качиков и Александр Дуркин Телеканал Север Программа «Итоги недели»